всем привет ребят добро пожаловать на мой айсмр канал меня зовут лиса сегодня у нас праздничный макбанг макбанг посвященный тому что вас уже 50 тысяч и сегодня только сегодня впервые эксклюзивом у нас в гостях тот кого нельзя называть здравствуйте добрый день волан де муж да ребят сегодня я записываю макбанг вместе с мужем так что наливайте себе кружечку чего-нибудь горячего бодрящего посмотрите какой красивый у меня тортик ну кому не понятно это кнопка ютуба такая симпатичная лисичка тут написано eating fox достаточно мелко вам наверно не видно ну в общем тут написано название канала мне жалко даже резать эту красоту он такой весь аккуратненький ну в общем сейчас мы постараемся его как-то нарезать даже не знаю как все мы порезали посмотрите какой внутри часом поближе покажу это тортик на испеченный на заказ там шоколадные коржи карамельная прослойка крема и прослойка из крема маскарапоне что-то типа того я забрала себе надпись eating fox мужу достался безымянный кусок и сейчас мы будем пробовать этот божественный торт а кто-то уже этим занялся маскарпоне звучит как фамилия итальянского мафиоза этот самый тони из клана маскарпоне короче говоря ребята сейчас мы будем отвечать на ваши вопросы спасибо вам всем кто писал вопросы к этому к нд и к этому банку огромного спасибо ребята я так рад я слышу эту радость в твоем голосе я на самом деле рад он просто стесняется безумно в общем я отобрала самое интересное на мой взгляд простите ответить на все это технически невозможно в общем сейчас мы по очереди будем отвечать но сначала давайте попробуем тортик интересно если я тут поставлю мне это все не упадет не очень конечно удобно мне будет со стороны это конструкция выглядит крайне ненадежно ну такое да были уже претенденты когда она падала да да я помню то шедевральное твою мать скажи вкусный да тортик бомбический тут еще в общем где вот эта прослойка карамельная там еще орешки кондитер уважуха да так давайте еще кусочек и вот эта мастика она тоже съедобная но ее неудобно есть вилочкой что мне делать ой я знаю мы сейчас так развернем все гениальная лиса все придумала это чем бумажка что-либо где на надписи точнее надпись на бумажке у меня это тоже мастика тоже мастика тут надпись поплывала ну я думаю мы можем начинать ты готов всегда готов это очень необычный для меня формат съемки так странно что ты сидишь и смотришь на меня еще очень странно что я не могу тебя назвать нормально по имени как бы это же будет палило в общем приступаем первый вопрос к тебе это был наверное ребят самый популярный и часто задаваемый вопрос я даже не знаю сколько человек написали его в комментах ну в общем если совместить смысловую нагрузку всех подобных вопросов то что думаю это муж про ваш канал про мои видео что ты думаешь смотришь ли ты их и как вообще относишься к тому что я занимаюсь таким делом а кстати пока мне начал отвечать он не видел этих вопросов то есть я не показывал ему какие я выбрала вопросы то есть это для мужа совершенно неожиданность ну ты у меня большая молодец я изначально поддерживал одобрял что нужно заниматься таким творческим занятием кто ты помнишь и камеру написать подарю на камеру подарил но сказать честно я железный человек я не понимаю этого формата это не то что меня расслабляет и мурашит единственный smr формат который мне лично мне нравится это шепот блин это был еще один вопрос ты начал на него отвечать ладно был такой вопрос какое направление smr тебе нравится давай уже рассказывай можем перезаписать да ладно канал отношусь всячески позитивно хотя участвую минимально вообще жена молодец что ты еще скажешь я молодец ты молодец на самом деле действительно всегда поддерживает пускай они совсем понимают это направление вообще не понимаю вообще не понимают так ну давай наверно будем по очереди дать и по вопросам простые какие качества в людях вам импонирует вопрос ко мне я наверно ценю больше всего в всех это искренность интеллект интеллект это качество вообще пойдет однозначно интеллект чувство юмора еще я всегда восхищалась оптимистами к сожалению я сама не отношусь к такой категории людей то есть у меня если что-то случается то все сразу все плохо гипс гипс снимают клиент уезжает короче беда поэтому я очень ценю людей оптимистов вот мой муж например прямо полностью оптимист при этом еще и достаточно интеллектуальный оптифилист второй самый популярный вопрос который всех очень интересует почему-то перепадает ли мужу еда после видео и как ты относишься к тому что я без тебя вот так вот зачастую ем всякие вкусные вещи ну когда как еда то перепадает то нет зависимо от количества еды от того что она есть как отношусь да мне без разницы у меня вообще-то как бы ребята муж у меня едой не обделен и за кадром я готовлю достаточно много и пал его всякими вкусняшками правда же какие отношения у меня со свекровью и и кстати встречный вопрос потом к тебе какие отношения у тебя с тёщей ребята моя свекровь потрясающая женщина у нас не очень хорошие теплые отношения как-то не знаю мы приняли друг друга сразу как мне кажется вот не было у нас там каких-то знаете вот этих классических стычек между невесткой и свекровью в общем у нас все хорошо мир и гармония по поводу тёщи слава богу про тёщу и с тёщей и с тесте мы со всеми родственниками с которыми я познакомился отношения прекрасные они замечательные люди не обделены ни чувством юмора ни самоиронии ничем что очень важно я считаю общаемся мы и формате семьи и с каждым лично в ватсапе переписываемся в вайбере да мой папа часто пишет по ватсапе к мужу всякие там комментарии про футбол и все такое ну футбол это вообще святая тема картиночки там смешные прислали да да мы перекидываемся разными сообщениями ну в общем анекдоты про тёщу это совсем не ко мне не мой случай у меня с этим делом все хорошо не ну зря же наверное не придумают такого просто ну это не про нас не разумеется ну на данный момент может лет через пять что-то поменяется но я уверен что нет тёщенька да кстати он скорее всего будет смотреть это видео стопуду будет смотреть следующий вопрос мой были ли моменты когда ваш брак висел на волоске как помириться если оба думают что они правы у нас достаточно молодая семья то есть слишком мало наверное еще прожили друг с другом чтобы были такие критичные моменты когда там все висело на волоске нет такого не было понятно какие-то ссоры у нас случаются периодически и достаточно часто потому что у нас непростые характеры что у меня что у тебя у мужа конечно похуже а вот кто-то после видео получит в общем мы для себя придумали универсальнейший способ примирения потому что зачастую не бывает такого чтобы кто-то один был виноват в конфликте и подойти сказать там прости меня я был неправ если ты не признаешь что ты один был неправ да это достаточно сложно в общем что мы делаем у нас есть такое универсальное средство я по-моему рассказывала об этом ну еще раз повторюсь дарю волшебный способ в общем мы просто подходим и как детки мирятся мизинчиками мы миримся безымянными пальцами на которых у нас колечки это очень мило надо это очень мило и согласитесь это действительно психологически гораздо проще подойти и молча протянуть пальчик и человек понимает что ты признаешь свою вину и он в ответ тоже идет тебе навстречу короче это работает следующий вопрос к тебе самое приятное запоминающиеся воспоминания связанное с лесой две секунды на подумать господи ты так выпучил глаза как будто бы это что-то невероятное давай не рассказывай пользуешься тем что меня в кадре не видно можно подумать у тебя нет самых приятных воспоминаний нет штука в том что воспоминаний приятных и запоминающихся очень много выделить прям самое самое это по моему анриал ну хорошо выделить такой который входит там в топ 5 в топ 5 но мне очень понравилась наша первая поездка на катере на дальнем востоке как мы с тобой сидели на носу судно летели на какой-то невменяемой скорости по волнам подплывали к скалам где сидели морские котики были замотаны по самые уши ты постоянно ко мне жалась я тебя придерживал что ты не соскользнула с носа судно в общем это было прекрасно так я теперь следующее я тут их еще по ходу пьесы вычеркиваю как вы любите проводить свободное время вместе последнее время к сожалению это связано с спецификой работы мужа он достаточно часто в разъездах ну вы наверно знаете кто меня смотрит регулярно постоянно в командировках и те редкие моменты когда он бывает дома они очень ценны для меня во всяком случае не знаю как там для тебя бессовестны в общем мы стараемся эти деньки которые нам выпадают проводить максимально вместе и в принципе на самом деле вообще не важно чем мы занимаемся мы можем гулять мы можем ходить кино мы можем просто валяться на диване вообще не важно что мы делаем главное что мы делаем это вместе и в принципе все время которое провожу с мужем она мне приносит удовольствие даже если он просто сидит за компьютером играется в каком-то ведьмака а я сижу рядом в кресле читаю книжку почему ты пиаришь ведьмака масса эффект ребята самая лучшая игра на свете там масса эффект морден главное вовремя остановить иначе это сейчас затянется надолго следующий вопрос к тебе как ты представляешь свою жизнь если бы не встретил лису ха-ха-ха это провокационный вопрос это была бы очень монотонная грустная холостяцкая жизнь я бы рыдал по вечерам по утрам бы рыдал на работе бы только не рыдал и то закинувшись успокоительно нет на самом деле трудно представить если бы я не встретил лису я процентов на 90 уверен в том что я был бы холостяком потому что я в принципе до встречи с лисой был достаточно заядлый холостяк это точно у меня никогда не было желания иметь рядом с собой девочку лишь бы иметь эту девочку у тебя какая-то дусмысленная фраза ну кому надо тот поймет по-своему насмотрят дети дети еще извращеннее чем мы хотим так вот был бы сто процентов холостым мужчиной единственное что я скорее всего копил бы всяческие материальные блага а то есть сейчас это звучит так как будто бы я трачу все наши деньги да? ты не перекручивай в свою сторону понятно что тебе понятно? какая хорошая штука этот мукбанг слушайте тут столько всего узнаешь о себе а вилку в глаз? на пластиковое просто ха-ха-ха вопрос ко мне понравилось ли вам в Чехии что запомнилось больше всего? очень понравилось кто не смотрел мой мукбанг где я описываю нашу поездку здесь будет ссылочка что запомнилось больше всего? наверное сама новогодняя ночь которую мы провели на Старомесской площади это было что-то невероятное потому что громадная площадь полная людей и эти люди абсолютно разных из разных стран разную речь ты слышишь вокруг себя иностранных в том числе и постоянно взрывающиеся фейерверки вот это вот какое-то чувство единения со всей площади ну это круто в общем было очень незабываемо у меня такой новогодней ночи еще не было куча невменяемых салютов и покупка шампанского у турка помнишь? она собманули на 100 крон на 100 крон 300 рублей просто взяли с собой одну бутылку шампанского она как-то у нас быстро закончилась и мы решили что надо бы хорошо бы прикупить еще одну потому что мы продолжали гулять а у нас в магазине турок-продавец мы хотели вернуться но в итоге разум мы не хотели ты хотела ну 100 крон 100 крон чтобы вы понимали польских это 300 рублей да я за 300 рублей воробья фуфайкой в поле ну вот понимаешь ты шутишь а люди подумают что ты такой на самом деле а ты это вырежешь сейчас так следующий вопрос к тебе вопрос провокационный внимание опять? да не было еще провокационного как муж относится к Антону? а я очень внимательно смотрю на тебя чтобы ты понимал нормальный кот отлично я к нему отношусь единственная беда в Антоне это то что он периодически любит нагадить мне в душу известным только нам двоим способом да? мы не будем распространяться Лиса Патрикевна да в остальном к коту претензий нет он веселый, бодрый, шебутной это мастика вообще мурчичку постоянно делает фееричную у меня не отковыривается мастика так не ешь ее но на самом деле мы большие любители котиков да, мы очень большие любители котиков если бы у нас сейчас немножко по-другому ситуация в жизни складывалась мне кажется мы бы обмазались этими котиками если бы она позволяла жать лося, да? да, у нас их было бы минимум два, а то и три не помню из чего вот эта белая штука ты понял? да какая-то то ли нуга то ли фиг его знает мне кажется белый шоколад ребята, тортик вообще бомбический так, вопрос ко мне о, это смешной вопрос как вы с мужем ласково друг друга называете? вообще как бы за весь период наших отношений эти ласковые прозвища они как-то постепенно сменяются друг друга ну по стечении каких-то там новых событий которые происходят мы придумываем новые и вот постоянно какие-то у нас новинки в этом плане в общем последнее время мы называем друг друга пупи 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 объясню почему мы ходили по магазину как-то и мне нужно было купить спонжики и в отделе вот этих товаров всякие там спонжики палочки ушные где продаются в общем их там было несколько видов и были спонжики фирмы пупи нам почему-то это показалось таким смешным это слово и кажется до сих пор и в общем пупи и все производные там пупка пуплоид пупейра пупаньяк пупаньяк пупаниди пупаньяк пуповичмон армянский такой пупер пуповичмон еврейский Так тебе следующий вопрос ну это даже не вопрос тоже опять такой несколько провокации я понял ты там гадости натаскала всякие да ничего не гадости опиши свою внешность Фантазия приветствуется Ну что ты так смотришь на меня Я такой Двухметровый атлет Котлет Я чуть чаем не подавилась Ты что ты делаешь С шикарными голубыми глазами Глаза действительно голубые Ну они не голубые, они серо-голубые Ну это просто как хамелеон Постоянно это меняется Бывает такое реально, иногда я смотрю у него серые глаза Иногда я смотрю у него голубые С полутораметровыми вьющимися кудрями О боже мой, все, остановитесь Остановитесь Всем остальных бьется все Да нет, на самом деле обычная среднестатистическая внешность Я достаточно крупный мужчина Большой Да, рост у меня 185, как вам неоднократно говорила Да, это жесткая Вес туда-сюда гуляет, но скажем так Но вес не обязательно называть Я вот не говорю сколько я вешу Я весьма Не маленького телосложения человек Но не жирник, как вы можете сказать Ну я люблю просто крупных, больших мужчин У меня папа большой, поэтому Ну... Волосы темные А еще у него есть борода Я обожаю бороду У меня есть борода? Я скажу тебе да Так, следующий вопрос мой Знаю, что вы тренируетесь для поддержания формы На каких тренажерах ты занимаешься и сколько минут Да, я недавно пошла наконец-то в зал Кстати, кто-то должен ходить вместе со мной Но не ходит Я напоминаю тебе, что с сентября месяца я бываю дома два раза в месяц В общем, зал хороший Там очень много тренажеров Наверное, помещение три отведено только именно под тренажеры Поэтому разнообразнейшие там всякие железяки Я половину даже не знаю, для чего они нужны Я обычно делаю кардио Либо на беговой дорожке Либо на велосипеде Либо на эллипсе Занимаюсь в зале Со всякими там гантельками На тренажерах И плаваю в бассейне Одна тренировка в среднем занимает у меня где-то, ну, час-полтора И бывают такие дни, когда я делаю только кардио Тогда я час хожу, бегаю по дорожке интервально И полчаса плаваю в бассейне Как-то так В принципе, этого достаточно, чтобы есть тортики И все вот эти вещи, которые я ем И не набирать критично Да, касательно фигуры жены Вы уж мне на слово поверьте С фигурой у неё всё шикарно У неё очень длинные ноги Потрясающая талия Всё, прекратите Я сейчас раскраснеюсь, как школьница А всё остальное, всё остальное, всё остальное Версии 18+. Так, следующий вопрос к тебе Тоже достаточно интересный, кстати, вопрос Что ты впервые почувствовал, услышав о моём интересе к ASMR-иттингу? То есть, когда ты увидел, что я смотрю такие видео Не стал ли ты думать о тебе о мне как-то плохо? И не осуждал ли ты это даже мысленно? Нет, не осуждал, нет, не стал думать о тебе как-то плохо Но я подумал, что это... Ну, странновато Мягко говоря, странненько Я не совсем понимаю, как можно этим увлекаться Да, естественно То есть, я знал, что такое ASMR Я различные триггеры смотрел Пытался прийти к чему-то Но кроме шёпота ничего не мурашит Ну да, вот он смотрит, если смотрит ASMR То только где шёпот, всякие там какие-то постукивания Да не слушаю я постукивания В том же и штука, что ни постукивания, ни пошкрябывания Ничего меня не мурашит Только шёпот По поводу еды на камеру, это вообще-то какой-то зашкоп Так, а ну-ка Попрошу Нет, ну странненько Нравится-нравится Каждый преследует свои интересы Ну, как говорится, у каждого, знаете, свои на этот момент тараканы Вопрос ко мне В каких магазинах ты одеваешься? Я в основном люблю casual вещи Поэтому, ну, ничего такого, знаете, сверхъестественного, дорогого Я себе не покупаю в плане вещей, в плане одежды Casual О май гад, Булгерман Короче, я люблю манго, H&M, там, не знаю, Zaru, в общем, всякие такие магазины Остин Манго, апельсинго, авокадго Муж не любит ходить за одеждой и заставить его поехать что-нибудь купить для него же Это англиво У нас была прекрасная практика на Дальнем Востоке, когда мы заходили в торговый центр Я отдавал карточку, поднимался наверх и пил пиво Да, он сидел меня ждал там на фудкорте Покорила, спокойно ходила Потому что, ну, изначально, когда мы только там начинали жить вместе Вот попробовали там первую такую вылазку, знаете, в торговый центр за одеждой Ну, мне там надо было купить юбку и что-нибудь еще Ну, как девочки смотрят, да? Естественно, я не ходила, я не смотрела одну юбку И вот представляете, да? Вот ты ходишь, что-то там, раз, я какую-то кофточку взяла, там рассматривала Вот он ходил за мной следом, вот так вот шумно-злобно дышал мне в затылок И говорил, зачем ты взяла кофточку? Мы же пришли за юбкой! Зачем ты смотришь это платье? Мы же пришли за юбкой! Ну, мы же пришли за юбкой! Когда ты приходишь за юбкой, ты должна взять одну, две, три, пять юбок Все перемерить, выбрать Все! Цель похода завершена! Ну, это мужская логика, а женская логика, она вообще другая Я почему-то за штанами или свитерами какими-то хожу, ну, полчаса максимум Ну, такое В общем, после этого мы выработали идеальнейшую схему То есть он поднимается на фудкорт, ждет меня, я спокойно полтора часа хожу Никто у меня мозги не колпает, и я покупаю все, что мне нужно Да и мне тоже А если что-то нужно купить мужу, то это, конечно, целая баталия происходит у нас В основном мы заходим куда-нибудь в H&M, в мужской отдел Покупаем там все, что было нужно, чтобы больше нигде не ходить И, собственно, вот на это я могу еще его уговорить, и то очень редко Очень много было вопросов о том, как мы познакомились Есть целый мой банк, записанный на эту тему Вот тоже тут вставлю ссылочку Так что посмотрите, он вроде ничего получился Так, следующий вопрос к тебе Почему вы боитесь показаться на камеру? Кто-то даже предположил в комментариях, что ты очень страшный Я, во-первых, страшный, как Фредди Крюгер, во-вторых, меня разыскивает Интерпол Убил там парочку человек, которые глупые вопросы задавали Ну как тоже парочку Следующий вопрос для меня, и он тоже достаточно провокационный Какие качества не нравятся мне в муже? Я вас очень внимательно слушаю Очень внимательно Наверное, больше всего Олл мне не нравится, что он достаточно упрямый Потому что Овен по знаку Зодиака И, ну, я, кстати, верю в эти штуки, вот они реально правдивые Да-да-да Если мы начинаем спорить, то это всегда мне хочется иногда просто убить его Потому что вот он уже в конце спора, он уже спорит совсем, лишь бы просто поспорить Это иногда очень бесит Не надо кривляться А ещё он иногда бывает немножко зануда И у нас есть общий друг Он сказал, что иногда мой муж напоминает ему его учительницу математики Раису Петровну Поэтому теперь, когда муж начинает что-то там зануставать, знаете, на какую-то тему Я всегда говорю, Рая, Раечка, Раиса Ну, в общем, это такое Всё, видишь, я честно сказала Умничка Я могла бы, конечно, соврать, что ты там прям такой идеальный человек В смысле соврать? Нет, несмотря как бы на все недостатки, я тебя очень люблю Я тебя тоже Так Там будет вопрос про твои недостатки? А зря, зря, очень зря Ну, мне задавали такое, я ж не давала Да, да, жаль Какое качество ты ненавидишь в людях? Подлость И двуличие Вот прям не перевариваю таких людей Которые и вашим, и нашим за копейку спляшем Тебе в лицо одно, за глаза другое Ну, и всяких таких ехидных ради ехидства, желчных людей тоже не люблю Принято Так, следующий вопрос мой Как вы относитесь к деньгам? Считаете ли, что в них счастье? Я не могу сказать, что деньги Когда-то занимали там верхние позиции в шкале моих ценностей Но деньги — это свобода Свобода делать то, что тебе нравится Ездить куда тебе хочется Ну, в общем, без денег, конечно, жить плохо Вот, но я никогда не ставила их там Во главу всего, скажем так Во главе всего Следующий вопрос к тебе Какое самое любимое блюдо у тебя в моём исполнении? То есть, что тебе нравится из того, что я готовлю больше всего? Это запеканка Однозначно Запеканка, которую она делает Достаточно простое блюдо Это куриное филе Маринованное определённым образом Перекладывается колечками сырой картошки С сыром Там какие-то секретные ингредиенты Выбрал, выбрал самая простетка Я думала, ты сейчас скажешь, что там лазанья Ну, лазанья — это как бы да Самое домашнее, самое родное и уютное Это когда ты делаешь запеканку Я каждый раз очень радуюсь И очень умиряюсь этому всему Я знаю, представь, что он очень любит запеканку А, ещё шикарные домашние пельмени Вот это прям огонь Ну и, разумеется Пельмени дела неблагодарны И, разумеется, борщ У нас лисичка впервые в жизни сварила борщ мне Да, это, кстати, правда Вот это правда Он с первого же раза получился великолепным И каждый раз Я восхищаюсь этим борщом Он каждый раз вкусен по-разному Но вкусен сто процентов Это да Сам себя не прохвалишь Ну и в продолжение этого вопроса Было ли когда-нибудь такое, что то, что я приготовила, тебе не понравилось? Прям категорически Да, при первом же нашем знакомстве Первое же блюдо, которым Чуть не сказал твое имя Меня угостила лисичка Это была пицца На 6-сантиметровом слое теста какого-то невменяемого И с полусантиметровой начинкой Там 3,5 колбасинки лежали На 2 мм каждая Ну, в общем, это была кошмарная пицца Невозможно было есть Своё оправдание могу сказать? Подожди, подожди Лисичка ещё утверждала Очень искренне С честным взглядом на голубом глазу Говорила, что она никогда не будет готовить Ей это совершенно неинтересно Она этого не умеет Врала, как троцкий Потому что готовит она замечательно Каждый раз удивляет меня всякими новыми изысками Мне тогда было 19 лет Камон, кто из нас сумел нормально готовить 19? Ну, может, кто-то умел Я не пробовала Поэтому ты сейчас можешь сказать всё, что угодно А вот так, да? Никто теперь не узнает Так ли это, на самом деле Хорошо Так, вопрос ко мне Нравится ли тебе Москва? Как тебе жизнь в России? Я вам так скажу, ребята Москва слишком большая, на мой взгляд Мне кажется, что здесь так много людей Так много всего Я не знаю, бывает ли у кого-то ещё такое чувство Но вот я когда попадаю иногда в центр Москвы Знаете, где широчайший проспект Где там все такие большие дома Какие-то бизнес-центры Сразу чувствуешь себя такой маленькой Такой какой-то необязательной Потому что ты понимаешь, что это многомиллионный громадный город Где, по большому счёту, ты никому не нужен Кроме там двух-трёх человек Как-то вот на меня это давит Не знаю, на тебя не давит? Ну ты и есть маленькая-маленькая такая лисичка Маленькая-маленькая Можно в карман положить и с собой увезти Ну, своди меня с собой В общем, я не могу сказать, что мне нравится здесь Просто, понимаете, я хотела жить в одном городе Это был Донецк После того, как такая возможность у меня пропала Мне, ну, по большому счёту, вообще всё равно сейчас где жить Так что, мой дом, там где моя семья Как-то так И последний вопрос к тебе Когда ты уезжаешь в командировки Ревнуешь ли ты лису, что она остаётся одна И вообще ревнуешь ли ты меня? Нет, я в тебе уверен Ну вот что так прям коротко Не мог там сказать, вот иногда там закрадываются мысли, нет? Не закрадываются у меня никакие мысли Я считаю, что я выбрал правильную женщину Так что вообще не ревнуешь? Что ты мой лучший выбор Я ревну тебя в личном присутствии Когда где-то там чего-то какие-то странные люди на тебя смотрят Вожделеюще Что ты думаешь? Вот тогда бы я, конечно, кого-нибудь бы зарубил бы Я бы этому дяде с большими ушами уши-то подкрутил бы Ты сама знаешь, когда у меня просыпается ревность Это достаточно заметно А так я на 200% уверен в своей лисичке Жизнь покажет, но я думаю, что мои выводы абсолютно верны Ты у меня самая лучшая, самая верная И гвазюки твои зелёные не могут врать Я так считаю Ну что, ребята, это видео подошло к концу В принципе, это все вопросы, на которые мы планировали ответить Спасибо всем, кто смотрел это видео Спасибо, что вы подписаны на меня Я очень это ценю Вы моя главная мотивация И вы же знаете, все, что я делаю на ютубе и на своем канале Я делаю ради вас Собственно, я ради вас записала этот мукбанг с мужем Спасибо тебе, что ты согласился Ставьте лайки, я приду проверю Контролер Все, всех люблю Встретимся в следующем видео Пока-пока Ну ты тоже скажи пока Пока-пока Все, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...